Вот руководство Украины, сегодняшнее руководство, сегодняшняя Украина явно не дружественное к нам. Это совершенно очевидное дело. Решения этого Рамштайна, они мне видятся во многом ключевыми. Да, запоздалыми, но тем не менее. Давайте вот просто разберем еще раз. Германия отправляет еще Марс-2, РСЗО, немецкую модернизацию М270. О том, что у нас еще будут плюс четыре Панцерхаубиц-2000. Это прекрасная немецкая гаубица. А вот сегодня начала поступать информация о том, что наши французские партнеры тоже решили не пасти задних. Значит, что ракеты для уничтожения воздушных целей плюс еще шесть цезарей. И появилось такое интересное сообщение. Оно еще не зафиксировано как-то на бумаге. Но семья Хаймарсов пополнится французской модернизацией комплекса М270. Он называется ЛРУ М270. Ну, то есть это, по сути, тот же Хаймарс, только с двумя, не с шестьюмя ракетами, а с двенадцатью. То есть там два этих пакета тоже на гусеничном ходу. И вот они нам передают, как это называется, дивизион, если я не ошибаюсь, который состоит из трех машин. И что интересно, это модернизированная версия, а у самих французов таких, знаете сколько, двенадцать. И три они вроде как нам передают. Это важно. Это очень интересное явление. Далее. Мы тут немножечко переживали за наших военных, что зима близко, где зимняя военная форма. Так вот, теперь становится понятно, что украинские солдаты будут ходить в форме стран НАТО. Это не только Испания, Дания и другие. Мы будем ходить в канадской военной форме, потому что канадский пакет помощи, 47 миллионов долларов, что это включает в себя 500 тысяч комплектов зимней одежды. Что меня радует, что я знаю, как минимум, нескольких канадских дипломатов, которые принимали в этом участие. И нашему посольству в Канаде большой привет. Алла, с тебе персонально. Там же, кстати, кроме военной формы, там еще специальные у нас системы. Как же это? Значит, у нас там артиллерийские снаряды и всякие приблуды для связи, оптика и так далее. Но то, что армия Украины будет похожа на армию Канады, только больше и сильнее, это факт. Раньше мы себе такого не позволяли. С точки зрения, что действительно нужно до такого же массовой ракетной атаки подготовиться. И запасы этой оружии у россии не вычерпаются. И мы уже маем, правда, очень позитивную ответственность от наших партнеров, что до надения противополитной и противоракетной обороны. Так уже и про Хавки почули. И Испания, снова же таки, уже нам четырех надошли. Айрисы, Насамсы. То есть, если он будет следующий удар по энергетической инфраструктуре, то он матимет такой же эффект, как этот первый, который мы видели в понеделок? Ну, все будет зависеть, по-перше, от интенсивности и, по-друге, от действий нашей противополитной обороны. Я напомню, что главная оружия наших ракетников – это система С-300. Это единственная система далекого радиуса дии. То есть, она позволяет работать на высоте до 200 км и на высоте 40 км. Инших систем у нас таких нет. И, на превеликий жаль, ничего подобного нам ближчим временем не дадут. Потому что все другие системы, которые сейчас обговорюются, это и Насамсы, и ИРСТ, и испанская АСПИД спада. Это все радиус среднего дии. То есть, это до 40 км в отстань и до 20 км в высота. То есть, нам, естественно, нужно еще далекобийно, если так можно высловить, чтобы было зрозумево, это системы ППО. Мы сейчас працюем над этим, намагаемося думать о том, чтобы нам дали, например, сам ТІ. Это итало-французская разработка, которая позволяет работать на высоте 100 км и на высоте, чем средний дии. Но, если происходит это, насколько быстро мы получаем эти системы, или вообще нам их не дадут, это проблема. Поэтому мы пытаемся работать с теми засобами, которые у нас есть, используя все возможности. Не будем забывать, что кроме ракет, ворог достаточно активно использует баражающие боеприпасы, больше видимо, как трони Камикадзе. С ними есть проблема. Проблема в том, что их достаточно много, они достаточно дешевые. Их закупывают в большей количестве, их запускают порциями, пачками. Один контейнер – это 5 ППЛ, которые одновременно выпускаются. Он может уменьшить траекторию и он работает на небольшой высоте. Пане Сергею, саме про это я хотел спросить, потому что мы действительно слышим новости второй день, что мы говорим про какие-то великые системы ППО, и вы их назвали, возможно, еще и Петріоц можно додать. Но, действительно, ця хвиля и обстрелы, которые были последними днями, это были шахиды. Так? Шахиды 136. Чи научились мы с ними воювать? Чи есть у нас та оружие, которая может уменьшить их количество? Ну, двигайтесь, поступово вчьемося. Одна з проблем, с которой мы заткнулись. Я напоминаю, что когда наприкінці серпня появилась информация про то, что Иран собирается постачать России большую количество ППЛА, то из тех данных, которые были прилюднены, которые надавали, извините, иноземные разведки, шлося как раз про разведывание ударных дронов, про Мухаджа-6, про Шахет-129, про баражующие боепропасы не шлося. И поэтому мы, мол, как говорится, были до певної меры не готовы, что они появляются и появляются в великой к количестве. Воно так и стало. Это с ними проблема. Чему? Потому что они достаточно дешевые, их можно выработать в великой к количестве. У них заявлена цена 20 тысяч. Это не цена, если их поставить на потік, то цена будет еще меньше. У них, они працюють, вынятково по стаціонарных целях, у них мали тут атаки, но их много, и они, еще раз скажу, они изменяют траекторию, как літак. Например, ракета летит в позе с дологи с заплановленной траекторией. Они ее изменяют, но не суттево. А это, фактически, он працюет, как літак, и плюс он працюет на малой высоте. И у нас выникла проблема. Проблема в том, что засоби, которые мают их урожать, они за великим рахунком все используются по наземных целях. Ну, например, ЗУ-23-2, Чилка, Тунгуска. Например, старые, еще радянские, 1957-го року, занятные установки С-60, 507-мм, их сняли за зберегания, сняли из стаціонарного шасси, поставили их на вантаживки, и они працюють по сухопутных целях або по геликоптерам. Это встреча с Эрдоганом, и встреча с эмиром Катаром. Чему, поясню, Катар, это из самых больших краев, отбывающих газов. А российская сторона заявила, что будет с Туреччиной говорить о створении газового хаба. Тобто, будет Туреччина. Тепер замість Німеччини, Туреччина, хоть в очах російської дипломатії, російського президента, Туреччина має виконати роль цього найбільшого постачальника, посередника постачання російського газу. И тут, яка лінія Путіна? Ну, он будет на матися купить прихильность Эрдогана ось цими пропозициями по газу. Я думаю, знову будет порушено питание про постачання засобів протиполитряної оборони російських С-400 комплексів у Туреччину. Якісь еще речі, якісь еще речі. Тобто, так, вони будуть намагатися змінити, здобути прихильність Эрдогана в цьому питанні. І, звісно, я думаю, на цій зустрічі буде порушуватись питання про Чорноморський, це гуманітарний зерновий коридор, термін, який закінчується 23 листопада, тобто, зовсім мало, десь трішки більше місяця лишилося. Тут теж, я думаю, Туреччина буде говорити і про цей коридор, і про постачання з Росії енергоносіїв і продовольства на пільгових умовах. Давайте подивимося, як це працює. І тут для нас, звісно, дуже важлива позиція і НАТО, і Європейського Союзу стосовно Туреччини. Тому що, як Эрдоган, він завжди питає одну сторону, потім звертається до іншої, каже, що ви мені запропонуєте. Тобто, будуть ще інтенсивні переговори після цієї зустрічі між Ердоганом і європейськими лідерами, Ердоганом і США. І нам тут за цими переговорами треба пильно стежити. Підпишіться на канал і не пропускаєте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.